Подводим итоги чемпионата мира в Тунисе с капитаном нашей команды Алексеем Медведевым. Леш, первый вопрос. Прокомментируй выступление нашей сборной. Ну, тут однозначное мнение, что неудачно выступили, потому что, конечно же, рассчитывали на большее. Я думаю, не то чтобы обязаны были, но все было в наших силах, что как минимум до полуфинала дойти, что позволяло бы сыграть как минимум еще два матча, там или в финале, или матч за третье место. Но, к сожалению, сложилось так. Ну, где-то, понятно, мы недоработали, где-то немножко везения не хватило. Ну, а уже пенальти – это так, это лотерея. Поэтому, ну, все равно уровень очень высокий чемпионата показал, что много очень сильных команд, интересных, причем с разных регионов, а не только с Европы, как мы раньше только знали. Поэтому вдвойне было интересно все это посмотреть, прочувствовать. Но показалось, что после победы над Бразилией наша сборная нащупала вот ту чемпионскую игру, которая была в Чехии. Что конкретно не получилось в матче с Францией? Ну, не знаю. Ну, с бразильцами, да, очень провели дисциплинированную игру. Почему и на ноле сыграли, и с большой самоотдачей. С французами, не знаю, наверное, не хватило какого-то, какой-то изюминки, креатива впереди, и, может, более агрессивно надо было сыграть. Ну, я говорю, ну, так бывает. Допустим, в том матче с Сомали, где мы понимали, что мы эту игру по-любому выиграем, залетало там практически все. А здесь где-то много было, наносили много ударов, но не хватило точности где-то, я говорю, может, какого-то везения в таких матчах. Насколько хорошо новички нашей команды вписались в игру сборной? Ну, я думаю, все очень удачно сыграли и отмечались результативными действиями и передачами голевыми и голами. Поэтому, я думаю, здесь, в этом-то вообще не было проблем, чтобы говорить о какой-то несыгранности. Ну, так, в целом, наверное, надо еще все равно делать какой-то еще анализ и подводить итоги потом. Насколько вообще оправданно то, что Чехия стала чемпионом, Мексика заняла второе место, Сенегал третье. Удивил ли кто-нибудь из этих команд? Ну, наверное, больше всех Сенегал удивил то, что и ладно, что дошел до полуфинала, но плюс еще матчи за третье место очень легко разобрался с испанцами. Это неожиданность, наверное. А то, что, допустим, после первых же игр уже для меня было ясно, что это основные фавориты, это чехи и мексиканцы. По игре это было заметно сразу бросалось в глаза. Вот. А то, что финал так сложился, ну, чехи очень дисциплинированная команда, чем-то напоминающая сборную Германии в футболе 11 на 11, такая машина, скажем так. Вот. Да, им было непросто в какой-то момент прилично. Мексиканцы так поддавили их. Ну, опять же, наверное, не день Мексики был в этот раз. Вот. И чехам удалось добиться нужного результата. Как тебе в целом вообще атмосфера на чемпионате мира? Не, очень интересно, очень доброжелательно тут все. И такое, на самом деле, чувствовался на большой форума. Много команд, все в одном месте же практически живут, и много общения между специалистами, между игроками. Вот. Поэтому так все было очень интересно достаточно. Ну, и несколько слов болельщикам сборной России. Ну, а что? Остается только, опять же, ну, как пожелать, чтобы они верили в команду нашу. Вот. И я думаю, что мы как-то у нас в последнее время складываются через чемпионат. Так что мы постараемся уже в ближайшее время исправиться и доставить им тоже радость от победы. Спасибо огромное, Алексей. На наш вопрос согласился ответить голкипер сборной России Марк Рютин. Марк, расскажи вообще про чемпионат мира в Тунисе, как он сложился для нашей команды. Ну, в целом, можно сказать, что он сложился неудачно. Это понятно, что все зависит от результата. Здесь все рассчитывали на гораздо более лучший результат. То есть, как минимум, в тройке мы должны были быть. Это просто однозначно. К сожалению, у нас это не получилось. Поэтому, естественно, все расстроены и результат неудовлетворительный. В остальном, понятно, что все, может быть, получили какое-то удовольствие от нахождения здесь, в Тунисе. Потому что хорошая погода, море, это все понятно. Но осадок, конечно, останется негативным от того, что такой неудачный результат. Что конкретно не получилось противостояния со сборной Франции? Не получилось реализовать свои моменты, которые у нас были. И по игре мы были сильнее. Хотя у французов тоже были моменты, и Денис там выручил несколько раз. Но не получилось именно это. Не знаю, тут ничего не скажешь. Создавали, били, вытащил там вратарь. Не знаю, пенальти – это уже совершенно другая история. То есть, к игре отношения не имеет. Не получилось забить. Ты очень мало игровой практики получил на этом турнире. Каково это вообще смотреть за действиями своих коллег с каменьки запасных? Ну, это достаточно трудно. Конечно же, любой футболист хочет играть. И я в том числе. Но это было понятно, что меня берут вторым номером. Денис отлично играет. В такой ситуации никто вратаря не поменяет. Это футбол – абсолютно обычная ситуация. Я мог, ну, старался помочь, как могу. К сожалению, это у меня тоже не получилось. Как тебе вообще в целом атмосфера в сборной? Ну, атмосфера хорошая. Все друг друга поддерживают. Друг к другу нормально относятся. То есть, коллектив хороший. Коллектив хороший. Здесь вопросов нет. Ну, и несколько слов болельщикам сборной России. Хочется пожелать верить в нас. Не расстраиваться сильно. На следующем турнире, я думаю, что мы реабилитируемся и возьмем медали. Спасибо огромное, Марк. Спасибо вам. Сергей Харламов, защитник сборной России. Сергей, прокомментируй итоги выступления нашей сборной на чемпионате мира. Я думаю, никто не доволен выступлением. Думали, что удастся пройти дальше, как минимум. Ну, так бывает. Проиграли по пенальти. Что конкретно не получилось в матче со сборной Франции? Наверное, первый тайм. Не так, как надо сыграли. Во втором тайме, в принципе, и момент создавали. Не получилось реализовать их, к сожалению. Наверное, из-за этого и не смогли выиграть этот матч. Пенальти – это больше, наверное, может быть и лотерея. А какая команда вообще понравилась, запомнилась здесь на чемпионате мира? Мексиканцы понравились. Чехи понравились. Испанцы тоже хорошая команда была. То есть, по сути, результаты, они закономерны? Ну, в принципе, да. Что ты для себя нового открыл на чемпионате мира в этом формате, может быть, футбола? Ну, немножко другой футбол, да. Не тот, в который я, грубо говоря, привык играть. Ну, много нового узнал с этого футбола. В принципе, много чего удалось познать в этом футболе. Ну и скажи, пожалуйста, несколько слов болельщикам сборной России. Чтобы не переставали болеть за нас, поддержка здесь сумасшедшая была. Было очень приятно играть. К сожалению, не удалось их порадовать как следует. Спасибо огромное, Сергей. И удачи в дальнейшей игре. Спасибо. 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 Спасибо.